В Музыкальном театре Алтай продолжается фестиваль студенческих, дипломных и курсовых работ «Шаг». Пятый, юбилейный, кстати, и приехало более 200 человек со всех уголков России. Работа идет полным ходом, и вот сегодня для участников подготовили мастер-класс, проводят его Лика Рула, и мы покажем вам, чему она научит участников фестиваля. Поют хорошо, у артистов нет, но поют какие голоса. Вот чтобы этого не звучало в критике, я надеюсь, что я доживу до того момента, когда будет, ну это же артист мюзикл, ну конечно он может, все, универсальный артист. Лика, расскажите, чему сегодня научите участников фестиваля? Вы знаете, вообще есть такая формула, ничему научить невозможно, можно только научиться. Я ничему не собираюсь научить, я просто хочу немножко посвятить в тот жанр, в котором служу последние 15 лет, это жанр мюзикл, он не совсем, так скажем, у нас известен по России. Он, конечно, известен, но то, как он развивается, в какие тенденции, в какие направления, и вообще чем живет и дышит жанр, я просто хочу немножко сегодня ребятам рассказать, как это происходит в Москве. Они разрушали театр. Я могу сказать, что мне потом служба, мюзикл, метро, это была разруха для всех слушателей, потому что эти люди с улицы пришли, они булили гримерками. Это просто была какая-то новая совершенно волна, вот именно с этого момента в театре «Абилеты» поселился жанр мюзикл. Но не все участники фестиваля сейчас слушают наставления Ликирулы. Вот, к примеру, студенты Пермского университета готовятся к своему премьерному показу спектакля. Он уже сегодня, поэтому на сцене генеральный прогон. Подожди, сказал Петюк, ты, если он тебе хвалит, зачем орешь? Ну скажи-ка, кто он, давай? Мы привезли вам хануму и привезли настоящий грузинский спектакль. Мы репетировали с грузинами, нас научили говорить по-грузински, танцевать лесгинку. Мы выпили 150 бутылок кинзмараули, грузин нам привезли бесплатно. Мы хотим свою любовь к Грузии подарить вот здесь, в Барнауле. Мы первый раз в Барнауле. Наш фестиваль в принципе единственный для студенческой аудитории. И очень редко случается, когда такой огромный труд, который проделывают мастера со студентами, выходит за рамки куда-то аудитории. У участников фестиваля за плечами три рабочих дня. Всего они поставят 11 спектаклей. Пять из них, кстати, уже отгремели на сцене музыкального театра. Кстати, сегодня выступают пермские студенты. Они показывают спектакль ханума. А завтра барнаульские студенты покажут сказ о Ясном Соколе. Дорида Миллер, Алексей Фризин. День с толком.